Одна из самых скандальных строек в Самаре – многострадальный дом на пересечении улиц Черемшанской и Советской. История берет начало еще в 2004 году, когда компания «Горос» начала продавать дольщикам, по сути, воздух. Замерло строительство в 2012 году. Одну секцию успели возвести под крышу, еще две на уровне 5-7 этажей. В общей сложности объект был готов только на четверть. При этом продать успели почти четыре сотни квартир. Сегодня «Горос» признан банкротом, его директор осужден за мошенничество. Обманутые дольщики все еще ждут своего жилья. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Чтобы достроить дом, сначала необходимо провести экспертизу. Она покажет, возможно ли достроить его в принципе и сколько это будет стоить. Экспертизой займется крупная компания «Застройщик». Она же предоставит 15 готовых квартир обманутым дольщикам, а взамен получит в аренду участок на улице Калужской. Возникнет обязательство с момента передачи земельного участка о проведении обследования и предоставлении компенсационных помещений дольщикам, которые без объекта в списке висят. На встрече с инициативной группой дольщиков было решено параллельно искать инвестора, который согласится достроить дом. Сейчас есть решение, связанное с тем, что мы поймем, сколько нужно затрат для того, чтобы дом ваш застроить. Это уже серьезный прорыв вперед, это серьезный шаг. 1 июня, когда у нас будет полная сумма затрат на достройку дома, начнется процесс по поиску инвестора. И власть, конечно, будет искать возможности этому инвестору смягчить нагрузку финансовую. Область взяла курс на то, чтобы помочь всем дольщикам обманутым. Конечно, никто не окажется брошенным абсолютно. Процесс затянулся из-за многочисленных судебных разбирательств. К тому же стало известно о новых дольщиках. Если в 2013 году в списке было 200 квартир, то в 2015 уже почти 400. Некоторые договоры вызвали сомнения. С просьбой проверить сомнительные бумаги конкурсный управляющий обратилась в полицию. Возникает вопрос, а где же вы были? То есть, если у вас договор с 2012 года, с 2011 года, и вы пришли в 2015 году предъявлять требования, значит, возникает какое-то сомнение. Вот с просьбой провести проверку, у меня было направлено заявление с указанием конкретных фамилий, лиц, которые приходили с опозданием, с большим опозданием. И, в общем-то, никогда они не участвовали ни в собраниях. К апрелю будут готовы результаты экспертизы сомнительных договоров. А добросовестным дольщикам в перспективе, когда будет найден новый застройщик, могут предложить три варианта. Либо квартиры в других домах, либо возврат денег, либо дожидаться, пока достроят их дом на Черемшанской. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Здесь есть движение.